Крутой маршрут! 17 мая радует нас дождём. Все те, кто сегодня без зонта, жмитесь ближе к крышам и проситесь на подсадку к своим коллегам по работе, потому что добраться откуда-нибудь издалённых мест из пригорода обратно в центр города будет проблематично. По всей видимости, задождило надолго и вам всем, конечно же, моральной выдержки желаю я, а также наши гости. Как всегда, по вторникам. С нами Юлия Колток из МЧС. Друзья, я объявляю в эфире контакты для того, чтобы вы могли полноценно участвовать в эфире, задавая свои вопросы на 9900, присылая их на Viber 3399-0011 либо можете потревожить наш покой по телефонам 21 15 18 203 200. Здравствуйте, Юлия. Какие новости принесла нам минувшая неделя? Начнём, как всегда, с оперативной информации. За прошедшую неделю произошло 13 пожаров. Огнём повреждено 9 строений и одно уничтожено. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Во время пожара в деревне Столовище Барановичского района погибли два человека. Пожар произошёл вечером 12 мая. В результате огнём было повреждено здание, но самое страшное – в огне погибли люди. Это 64-летняя женщина и её 65-летний брат. Причины случившегося устанавливаются. Я знаю, что ещё одна причина возгораний добавилась в связи с изменением сезона природного. Молнии нанесли существенный ущерб на Брещене. Дело в том, что фактически за сутки, с вечера 10 по вечер 11 мая, на Брещене у нас произошло 4 пожара, в результате которых было повреждены 3 дома. В основном это всё сельская местность. Это Лунинецкий, Пинский, Каменецкий районы. Как получилось так, что молния повреждала имущество? То есть происходило возгорание. Связано ли это с тем, что дома, может быть, не были оборудованы громоотводами или как-то странно вообще находились на возвышенности, может быть, где-то? Как людям уберечь себя? Если вы заметили, то все пожары произошли в сельской местности. Дело в том, что в городе мы более защищены, потому что многоэтажные дома оборудованы громоотводами, так называемыми, а в сельской местности это очень сложно сделать. И дома фактически не защищены от молнии. Ну и, конечно же, нужно соблюдать ряд правил для того, чтобы в вашем доме при грозе не начался пожар. А каковы эти правила? Что нужно делать? Прямо сейчас заволновались очень многие дачники, которые, например, выходные проводят с ночевкой в сельской местности. Ну, в первую очередь, если вы находитесь дома, закройте окна, отключите все электроприборы, не разговаривайте по мобильному телефону и не подходите близко к окну. И все, и тихонечко ждать, заперевшись в шкафу, да? Не в шкафу, но подальше от окна. Сядьте на диванчик и переждите этой ненасти. Грозы наверняка задержатся на Брещене еще на протяжении нескольких месяцев. Таков наш климат в средней полосе, друзья. И все вопросы, связанные вот с этой стихией, либо с противопожарной безопасностью, вы прямо сейчас можете задать Юлии. Вне эфиром пишите на 9900, звоните в студию, стучитесь в Viber 33990011. Скоро вернемся. Крутой маршрут! 16 часов и 19 минут на наших студийных. Юлия Колток из МЧС с нами. Друзья, вопросы свои вы можете задать в Viber. Можете написать на 9900, а номер Viber 33990011. Вопрос у меня вот какой к Юлии. Я знаю, что все коллеги ваши из экстренных служб ожидают в немного тревожном настроении, в полной боевой готовности наступления летних каникул. А они не за горами. Как готовятся ваши сотрудники и какие мероприятия намечены в отношении школьников, которые очень скоро высыпят на улице, поедут в деревню? Проводятся ли с ними какие-то мероприятия по пожарной безопасности и как они ведут себя прямо сейчас? Конечно, мы готовимся к летним каникулам. И сейчас с 11 мая по 1 июня в преддверии летних каникул проходит акция «Не оставляйте детей одних». В основном она ориентирована на взрослых. Обратить внимание вообще в целом общественности на причины возникновения пожара из-за детской шалости с огнем и не оставление детей малолетних без присмотра. Вот примером такого оставления ребенка без присмотра стал башар, произошедший 10 мая в деревне Городняны Пружанского района, когда 8-летний мальчишка нашел коробок спичек, забытый взрослыми, и поджег сток сеном возле сарая. Огонь перекинулся на сарай, ну и, естественно, строение сельскохозяйственное сгорело. Вот. Ну вот вам пример беспечности взрослых, которые оставили ребенка одного. И, в принципе, такие случаи сплошь рядом происходят каждое лето, насколько я знаю. И сколько себя помню в том числе. Поэтому, друзья, и спички прятать нужно, наверное, профилактическую работу проводить. Потому что потом придется ремня, наверное. Это в лучшем случае. А бывают ведь случаи, когда дети страдают, получают какие-то увечья, а иногда, к сожалению, гибнут. Поэтому будьте внимательны. Хочу призвать всех взрослых. Ни на минуточку не оставляйте своих детей, особенно малолетних. Смотрите, что они делают и что затевают. Вот так, друзья. Радио «Дождь» на наших волнах. Группа «Градусы» присоединяется к природным явлениям. Ну, а мы с Юлей поговорим о тех мероприятиях, которые служба МЧС на перспективу планирует. И, заверяю вас, будет очень-очень интересно. 16 часов и 24 минуты. Все горожане и гости нашего города знают, что массовые мероприятия, редко когда обходятся без участия сотрудников МЧС, они либо несут службу на случай каких-то непредвиденных обстоятельств, либо участвуют и даже организовывают мероприятия, одно из которых прошло в нашем городе 12 мая. Юля, расскажите поподробнее о том, как вообще родилась идея этого праздника и чем были заняты его участники. Идея этого праздника родилась, как я уже говорила, в рамках акции «Не оставляйте детей одних». Настоящий праздник мы попытались организовать не только для детей, но и для их родителей, дедушек и бабушек. Все они собрались в Международном волонтерском центре Брестского областного управления МЧС, где присутствовали представители различных силовых структур. И все мы пытались агитировать участников акции за здоровый и безопасный образ жизни. Это и конкурсы совместные, семейные, и показ техники. Каждый мог одеть боевую одежду, сфотографироваться и почувствовать себя настоящим спасателем. Ну и, конечно, это приятные сюрпризы от представителей журнала «Юный спасатель», которая всем победителям конкурса вручала призы и подарки. В общем, было шумно, весело, оживленно. Праздник, надеюсь, понравился всем. Мы говорили о празднике в минувшем эфире, и будем надеяться, что большинство наших слушателей успели его таки посетить. И поскольку уже доброй традицией становится информировать вас о том, какие мероприятия планируются, на перспективу, чтобы вы могли внести их в свой семейный план, прямо сейчас я спрошу Юрию, что ожидает нас в ближайшие несколько недель. Ну а на следующей неделе мы соберем ребят со всей области и отправимся в Кобринский район. Дело в том, что с 24 по 25 мая в Кобринском районе у нас пройдет 15-й областной слет Белорусской молодежной общественной организации «Юных спасателей пожарных». Ребята смогут посоревноваться как в знании основы безопасности жизнедеятельности, так и на скорость разбить палаточный городок, оформить его. Также и шлягер безопасности у нас будет. То есть, и творческие, и физические ребята будут заняты все эти три дня. Ну, то есть, такая лайт-версия настоящего летнего лагеря накануне больших летних каникул. Спасибо большое, Юлия. Мы с нетерпением ждем следующей встречи с вами. И, конечно же, поменьше вам таких каких-нибудь экстремальных новостей, побольше новостей приятных. Спасибо. Друзья, с нами была Юлия Колтовка из МЧС. Обязательно расскажем вам о том, как развиваются события на Брещене и выпусках новостей и в наших следующих совместных эфирах. Ну, а прямо сейчас Лукас Грехем на наших волнах и прогноз погоды на предстоящие сутки. Далее рубрика «Машинная возня». Не переключайтесь.